Здравствуйте, в эфире программа «Тема дня». Сегодня у нас в гостях кандидат в народные депутаты Украины по Малиновскому району от блока Петра Порошенко Геннадий Чикита. Геннадий Леонидович, здравствуйте. Здравствуйте. Избирательная кампания сейчас в самом разгаре. Вы регулярно встречаетесь с одесситами, с жителями Малиновского района. И вот, собственно, чего они сейчас ждут от новой Верховной Рады? Верят ли они, что в стране что-то изменится, что наступят какие-то изменения? Первое, о чем спрашивают, говорят, чего ожидают одесситы, это прежде всего мир. На сегодняшний день очень сложная ситуация в стране. Многие силы пытаются дестабилизировать ситуацию. Но на сегодняшний день президенту удалось подписать перемирие. Поэтому основная задача, которая стоит передо мной как членом команды президента, это прежде всего достижение мира в Одессе, в Украине. Одесситам нужен мир. Одесситы являются активными людьми. И вот эту активность надо поддерживать. На сегодняшний день я вижу это из своей депутатской общественной работы. То есть они сейчас, в принципе, они готовы поддержать изменения, они хотят изменения. Конечно, они хотят изменения. Они хотят, чтобы в стране наконец-то настал мир. И в дальнейшем основная задача команды президента это быстрые экономические реформы. Я как предприниматель, работая на предприятии стройгидравлика, прекрасно понимаю, что необходимо сделать, как необходимо наполнить казну. И после этого идут налоги, которые уходят на социальную сферу. Ну вот давайте остановимся как раз на социальной сфере, на тех проектах, которые вам за долгие годы удалось реализовать. И не только в Малиновском районе. Как вы считаете, можно ли этот опыт распространить на весь город? Или, возможно, он должен стать примером в целом для социальных программ государственного уровня? Совершенно верно. Мне не стыдно на сегодняшний день смотреть в глаза одесситов. Потому что мои программы действуют не только на территории Малиновского района. А я несколько лет назад начинал внедрение этих программ на Малиновском районе. Они действуют и во всем городе. Действуют доступные лекарства программы. Действуют бесплатные юридические помощи одесситам. Действует программа 1503 горячей справедливой линии. Эти программы развиваются. И я вот должен отметить город, что он, ну не будем говорить, что он копирует мои программы, конечно же. Берет на вооружение. И мне очень приятно декларировать то, что у города на сегодняшний день есть программа муниципальных аптек, где они следят за ценой определенного количества лекарств, которых нуждаются социальные группы одесситов. Я напомню, что у меня программа «Доступные лекарства». В ней двадцатка лекарств реализуется по себестоимости. Это совместно с благотворительным фондом? Я являюсь председателем фонда «Милосердие». У нас очень много социально направленных программ. Я хочу сказать, что основная задача стоит перед командой президента. И лично президент контролирует то, чтобы вся социальная помощь была адресная. Она дошла до каждого одессита. К вам приходят сейчас люди, безусловно, что приходят в приемную, но к вам приходят сейчас, наверное, и как к кандидату в Верховную Раду. Собственно, чего они ждут от вас, как кандидата, от потенциального депутата Верховной Рады? Я хотел бы напомнить, что мы работаем с ОЗВ, я депутат Одесского городского совета по Малиновскому району. И 12 тысяч одесситов обратилось в мою приемную. Сейчас немножко изменилась суть обращений. Если раньше обращение о материальной помощи было где-то порядка 30-30%, то сейчас это уже 50% от всего объема обращений. Но тут возникает вопрос. Да, мы занимаемся социальной адресной помощью одессита. Но порядок организации – это социальной адресной помощи. Вы, наверное, знаете, что такое субсидия, которая идет на компенсацию энергоносителей. И я думаю, что порядка 50 тысяч одесситов получают эту субсидию. Но как прописан законодательно процесс получения субсидии? Можете обратиться к каждому… То есть достаточно быстро социальные службы принимают решения по субсидиям, сократили до минимума документы. Я считаю, что эта процедура должна… Пришел человек, подал заявление в административное окно, и от него не требуют никаких справок. Уже чиновники между собой должны скоординировать действия. И человеку, ну конечно, для этого мы и создаем административное окно, в которое одесситы обращаются со своими проблемами. И, собственно, для этого нужны, наверное, какие-то изменения на законодательном уровне. Это надо четко прописанный порядок исполнения подзаконных актов. То есть это нужно разъяснение кабинета министров или разъяснение юстиции. Законодатель должен четко прописать процедуру получения этой субсидии. То есть недостаточно одного закона, нужно множество подзаконных актов, которые как раз будут регулировать. Пришел, получил. Не обязательно, Алиса. Нужен хорошо выписанный закон. То есть и закон тоже должен быть хорошо. Конечно, конечно, чтобы не было разночтений, потому что вы знаете старую добрую пословицу. Два юриста, три мнения. Да. Но вот говоря о законах, у нас действительно и социальных программ, и, в общем-то, законов достаточно много. Но они не выполняются. Собственно, как вы считаете, почему, что нужно для того, чтобы законы выполнялись? То есть система контроля над исполнением закона или просто не хватает денег? Нет, конечно же, нужна система контроля над исполнением закона. Если вы четко прописали норму закона и четко поставили и сформулировали чиновникам задачу, то, поверьте мне, они будут работать в рамках этого закона. Все-таки самое главное на этапе постановки задачи... Конечно, на этапе постановки, я смотрю, совершенно хорошее желание убрать коррупцию и сделать единое административное окно. Я сейчас могу привести пример в Малиновском районе на сегодняшний день. Если помните, паспортные службы, паспортистки, которые были при всех ЖЭКах, сейчас убрали полностью паспортисток и сделали единое административное окно, в которое вы приходите, получаете там все документы, которые перепрописки, касаются всех процедур, связанных с получением документов. Но когда я встречался с начальником паспортного стола, это на сегодняшний день миграционная служба, то они мне сказали, что в административном центре работает всего 4 человека. Конечно же, это мало... А сколько было? Было 16. Поэтому я думаю, что, конечно, надо приблизить услугу к населению, не сделать его только в Малиновском районе, и все-таки оставить эти окна и в ЖКСах. То есть сделать два, один сделать на Черемушках, другой на Молдаванке и посадить то количество людей, которые примет и обслужит качественно всех граждан. Чередец? Конечно, конечно. Вот это и должен делать законодатель. То есть тоже, казалось бы, единое окно хорошо, но главное, чтобы оно не было единственным. Единственным. Ну и самое главное, чтобы не было так, что человек пришел с документами, его развернули по первому кругу, развернули по второму кругу, а потом отправили к той единственной юридической конторе, которая ему платно сделает и правильно оформит документы. Поэтому за этим законодатель должен смотреть, чтобы процедура была максимально прописана в законе. Понятно для человека и прописана в законе. Ну, действительно, у нас очень много программ. Там тоже доступное жилье, молодежное аккредитование, строительство. То есть вроде бы много всего прописано, но не работает. Почему? Ну, не работает, потому что государство обманывает людей. Я объясню, почему. Потому что ко мне на прием пришли люди с совершенно элементарной проблемой. Они говорят, нам государство обещало выдать молодежный кредит. Мы взяли кредит под это в коммерческом банке, оформили документы. В итоге эта программа в облгосадминистрации не была профинансирована. Поэтому на сегодняшний день на человеке висит коммерческий кредит. Если государство обещает, то должно быть четко предусмотрены средства, которые уйдут на молодежное строительство. И я не сторонник того. Я могу еще один пример такой, он глобален для Одессы. Я хочу сказать, что дети войны получали компенсацию в прошлом году, в позапрошлом году. И Верховная Рада приняла изменения в бюджет в 2012 году, в 2013 году. Что вот эти компенсации дети войны могут получить, даже если у них принято решение суда, только по наличию свободных средств в бюджете. А вы прекрасно понимаете, что наличия свободных средств в бюджете не будет. И поэтому дети войны должны идти в суд. Все-таки принимают решения государства. И в дальнейшем должны вноситься изменения в бюджет. И люди должны получать эти надбавки, которые были предусмотрены законодательством. Геннадий Леонидович, ну понятно, что все упирается в деньги. Но ведь финансирование социальных программ невозможно без каких-то экономических изменений. Я не говорю даже о реформах. То есть в принципе улучшение экономического климата. За счет чего в нынешней ситуации это возможно? Ну это возможно. Прежде всего это достижение мира. Вы прекрасно понимаете, что только при достижении мира возможны инвестиции. Мы прекрасно понимаем, что для нас, команды президента, необходимо показать пример. И необходимо разработать те экономические реформы, которые бы влияли на быстрый рост благосостояния наших граждан. Прежде всего это должно быть доверие команде президента. Ну вот президент как раз презентовал курс, ряд реформ, которые собственно должны... Курс, которым должна идти страна в экономическом направлении. Ну я считаю, что законодательно это надо подкрепить законами. Я думаю, что будет избрана новая Верховная Рада, новый состав. И я думаю, что те люди, которые на сегодняшний день поддерживают президента, они поддерживают его политику на законодательном уровне. И те предложения его, которые были вынесены на обсуждение всенародное, они будут проголосованы в зале Верховной Рады и дадут быстрый рост экономических реформ. — Геннадий Леонидович, спасибо. Но все-таки возвращаясь, наверное, к вопросам, с которыми приходят к вам одесситы, наверняка речь идет не только о том, собственно, какие задачи Верховной Рады, но и о приземленных. Собственно, вот как с жилищно-коммунальными услугами, вот это самое болезненное, наверное. Вот, собственно, как создать, на ваш взгляд, конкуренцию на этом рынке? То есть понятно, что мы еще можем теоретически выбирать сантехника, дворника в плане ЖКС, но есть еще и рынок монополистов. То есть, собственно, что здесь законодатель должен сделать, чтобы защитить людей, защитить те деньги, которые они тратят, перечисляют на сферу жилищно-коммунального хозяйства? — Ну, вы подняли очень наболевший вопрос, с которым я работаю. Там несколько созывов, как депутат Одесского городского совета. И каждый день на приеме я принял более тысячи одесситов за последнее время. Конечно, второй вопрос, который они поднимают, это вопросы, касающиеся некачественной работы нашего жилищно-коммунального хозяйства. Я всегда перед собой задаю один единственный вопрос. А может ли система качественно работать? Или ее надо менять и реформировать на законодательном уровне? И я говорю, что система при такой организации работать качественно не может. Потому что 80% средств уплаченных одесситов за жилищно-коммунальные услуги уходят на зарплату сотрудников этой же системы. — Так они должны тогда за эти деньги работать? — Они должны работать. Но вопрос задается, чем работать. Когда на 20% вы закупаете материалы, их даже не хватает на то, чтобы сделать элементарный текущий ремонт. Поэтому здесь надо реформировать систему. Ограничивать зарплату порядка 40%, выбирать то количество сотрудников, которые необходимы. А остальные деньги четко по прямым подрядам направлять на текущие ремонты домов, подъездов, парадных, облагораживание придомовой территории. И это четко должно проходить под контролем общественности. Каждые полгода необходимо четко на досках объявления, в каждом доме, на каждом подъезде вывешивать то, что сделали наши предприятия коммунальные для того или иного дома, для того или иного одессита. Поэтому тогда будет все прозрачно. Тогда одесситы не будут задавать практически на каждой встрече вопрос, почему наши службы ничего не делают. Я так понимаю, что эту проблему нужно решать не только в Одессе. С этим сталкиваются во всех городах. Нужны системные изменения на законодательном уровне. Я хочу сказать, что Малиновский район это есть срез всей Украины и крупных городов. Потому что в Малиновском районе есть старая молдаванка, которая требует реконструкции и модернизации. Я хотел бы по этому вопросу сказать несколько слов. Там живут пожилые люди, которые привыкли жить в этом ареале обитания. Они привыкли ходить в те магазины, которые находятся в 100 метрах. Я общаюсь с продавцами, они говорят, что пожилые люди не ездят в крупные супермаркеты, они идут к нам. Поэтому надо применять реконструкцию, чтобы человек заранее знал, что он переезжает в дом рядом, вновь построенный. И люди, я с ними говорил, на молдаванке, они готовы расстаться со своим жильем, если его переместят в километре в пределах района Малдаванки. Поэтому это одна проблема. Вторая проблема, которая требует государственного вмешательства, это проблема, которая существует на Черемушках. Там требует комплексной замены коммуникаций. И на это необходимо, за счет средств людей, это сделать невозможно. Это нужны выделения средств из государственного бюджета. Но вот в целом получается, что как раз на примере Малиновского района, то есть есть те проекты, реализация которых уже успешно себя оправдала, и, собственно, она может стать опытом для всей Украины, а, собственно, от государства нужно финансирование и законодательство. Я думаю, конечно же, они стали пилотными в Одессе, они могут стать пилотными для всей Украины. Я считаю, что одесситы поддержат эти проекты и поделятся опытом со всей страной. Ну что ж, благодарю вас. И напомню, что у нас в гостях был кандидат народной депутаты Украины по Малиновскому району Геннадий Чикита. Продолжение следует...